Это симулятор кабины машиниста. Любой желающий здесь может попробовать себя в качестве рулевого локомотива. Железнодорожники доступно объясняют детям и взрослым, что поезд невозможно остановить за считанные секунды. Более одного километра необходимо, чтобы затормозить 120-тонной махини без вагонов. А когда она стоит, это только кажется, что можно с легкостью пролезть под составом. На самом деле это очень опасно. Да и напряжение в контактном проводе составляет 27 тысяч вольт. Несчастные случаи на железной дороге происходят чаще всего потому, что дети это попросту забыли или вовсе не знали. Об этом в своей книге пишет второклассник Володя Рудковский. Я живу рядом с железной дорогой, школа моя находится рядом с ней. И я часто вижу, как ребята лазают рядом с ней и на ней. Я решил сделать такой проект и написал книжку для того, чтобы они больше не лазили там и понимали, как правильно переходить и где. Опасна не только железная, но и обычная дорога. Инспекторы дорожно-патрульной службы с наступлением лета корректируют свои маршруты, приближая их к местам скопления детей. И призывают родителей напомнить детям простые правила. Переходить дорогу только по пешеходному переходу, не выезжать на велосипеде на дороге общего пользования и обязательно использовать защитную экипировку. Есть у инспекторов ДПС и другая головная боль. У нас сегодня активная популярность получают мопеды. Вот многие родители забывают, что на мопеде нужно двигаться только с 16-летнего возраста. Причем сегодня уже 16-летний подросток должен получить разрешающую категорию на мопед. Другой актуальной для Красноярска проблема являются вродячие собаки. Специалисты предостерегают, не играйте и не бегайте перед животными. Не стоит пытаться подружиться с незнакомыми собаками, даже если их поведение кажется дружелюбным. Если смотреть по поведению, некоторые собаки, прежде чем укусить или напасть, они складывают уши и виляют в хвосту. И даже не каждый специалист может отличить, что это фаза нападения. А лучше всего, когда они не будут трогать собак чужих. И с разрешения владельца погладят собаку хозяйственную. Не открывать незнакомцу дверь, избегать случайных знакомств, при пожаре звонить 0-1. Эти простые правила всем известны с детства. Психологи рекомендуют обязательно повторить их. И при этом ни в коем случае не пугать, а проиграть с детьми все возможные ситуации. Здравствуйте, дети. У меня к вам предложение. Хотите пойти со мной? Я куплю вам новый айфон. Нет? Почему? Куда же вы? И очень важно научить ребенка сопротивляться. Вот это вот чувство уверенности в себе можно отрабатывать дома. Научить ребенка кричать. Все эти техники отработайте дома, чтобы это не вело его врасплох, если вдруг такая ситуация произошла. До начала летних каникул осталось всего несколько дней. Перед всеми взрослыми стоит непростая, но решаемая задача – максимально обеспечить безопасность детей. Тогда лето наверняка запомнится только яркими впечатлениями и позитивными эмоциями. Анна Московских, Виталий Князев. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok